Теперь и для полного кадра новый объектив от SiRui 50 мм с сжатием 1.6. Всем привет меня зовут Слава, я как всегда уже успел наснимать на новый объектив, потестировал еще до релиза, пару моих видео есть промо компании SiRui. Расскажу свое мнение и покажу кадры снятые на него. У меня предпродажная версия линзы для Sony, все видео снимали на этот объектив вместе с камерой Sony A7 III. Многие об этом просили, ждали и вот он наконец-то полнокадровый анаморфный объектив по доступной цене. Продажи как всегда стартовали на Indiegogo, ссылка в описании. Линза сделана под байонеты беззеркальных камер Sony E-mount, Nikon Z-mount, Panasonic L-mount и Canon RF. SiRui анонсировали, что будет 4 анаморфных объектива и все на фул фрейм. Сейчас вышел полтинник, еще будет 35, 75 и 100 мм. Ранее SiRui выпускали объективы для кроп камер с сжатием 1.33. В природе есть конечно же объективы с куда большим сжатием. Сейчас они сделали линзу с сжатием 1.6 и мне кажется, это логично и вот почему. С сжатием 2.0 габариты объектива были бы намного больше и цена совсем другая. Снимая на такие камеры как Sony A7 III, где соотношение сторон кадра 16-9 на посте получали бы очень длинный и тонкий кадр. А так мы имеем видео 2.8 к 1 в 4к. При желании немного кропнуть и получим 2.4 к 1. Выигрывают здесь конечно камеры с Open Gate. Для съемок с подобными объективами я советую пользоваться накамерными мониторами. Я использовал Fillworld FV279. На нем есть много разных аноморфных режимов и можно даже вручную растянуть картинку. Где купить аноморфы SiRui? Вы знаете, официальный дилер в Украине Big Sale. У них есть много чего для фото и видео техники. Ссылка будет в описании. По сравнению со сферическими линзами аноморфные снимают намного шире. По вертикали поле зрения будет как и у обычного полтинника, а по горизонтали это почти 30 мм. Баланс белого лучше равнять по карте серого, так как этот объектив немного желтит по сравнению с обычными линзами. Успел сравнить этот объектив с аноморфной насадкой. Это первый раз когда я ей пользовался и насколько же это неудобно. Нужно крутить фокус и на объективе и на насадке, чтобы перефокусироваться. Получилось очень много мыла и виньетки. Комплектация. Инструкция, чехол, две крышки и объектив. Качество сборки, как всегда, на высоте. Полностью металлический корпус. Вес 1 кг. Больше стекла. 16 элементов в 13 группах. Размеры 140 на 88 мм. Дизайн очень похож на набор объективов Mars для неполнокадровых камер. Видео о нем у меня есть на канале. Кольца диафрагмы и фокуса очень приятно вращаются и они зубчатые. Снизу есть крепление под 1 четвертую для установки на штатив или для дополнительных аксессуаров, таких как follow focus. Резьба светофильтра 82 мм. Флеерс, засветы есть. Синие и яркие. Они теперь другой формы и немного иной оттенок цвета. Иногда очень интересно получается. Засветы похожи на боке, но расплюснутые по горизонтали. Не всегда конечно в тему много засветов, но это аноморф и одна из его особенностей. Чтобы их избежать можно воспользоваться матбоксом, флагами на площадке или не снимать прямо в источник света. Светосила t2.9. Объектив резкий на открытой диафрагме. Все кадры в тестовых видео снимал на 2.9. Минимальное фокусное расстояние 75 сантиметров. Перевод фокуса приятный и плавный. Кольцо вращается на 95 градусов. При переводе фокуса нет сильного растягивания и искажения фона, как на линзах с большим сжатием. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сиру и 50мм T2.9 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok